так время от времени нас посещают люди которые что-то не поняли вот если человек что-то не было может там переспросить на есть ну такие люди бешеные вот никто милианцев он в трех форумах одновременно написал что-то плохое про гравитацию катюшика причем не смог сосредоточиться грубо говоря несколько раз наврал есть такой физик инженер катюшик он выдумал свою тюрьму гравитации в которой тела отталкиваются друг от друга например все тела вселенной толкают спутник земле и земля его тоже толкают от себя и чем ближе тела к земле тем отталкивается сильнее три восклицательных знака 3 1 2 3 настолько в итоге там над землей получается некая точка равновесия который как яме лежит спутник причем он даже он может даже не двигаться все равно не упадет вот вранье вот милианцев свое слабоумие распространяет ну предлагает нам обвиняяя в своем слабоумии других схема силовая совсем не такая чем ближе к земле тем отталкивает сильнее но комплекс в то же время сильнее приталкивает мы это показали на модели милианцев не смог дочитать монографию там он приводит какую-то картинку а дальше просто тупо врет придумать какую-то силу такую яму в которой лежит спутник этого нет милианцев вы врете вы не могли сосредоточиться вы только центробежная сила и силы инерции катюшек на прошу отрицает бедняжка как вы вот можете такое врать там есть расчет для силы инерции вы говорите что отрицает вы просто врете вы зачем что за манера поведения вот как посетила мысль и мы не сосредоточившись начали бегать по интернету вот так вот верещать бестолковка вверху носимся по интернету не в одном месте тут глядах холеричность не горит что в природе таких нет это силу инерции да и что тела не вращаются друг относительно друга не вращаются галактики его такой относительно скорости при начальном взрыве вселенной быть не могло вот короче меняться вы не смогли сосредоточиться в омске до находитесь как-нибудь там приходите в себя приносите свои извинения пересматривайте весь этот бардак закрывайте темы сначала в темах напишите что вы протупили потом их закройте такие вот бестолочи на нас иногда нападают он бешенство милианцева вот напоминаю за все время за все время ни одного меняемого возражения материалов против которой мы даем его не было и не будет утверждение такое-то в части такой-то неверно по такой-то причине никита сидоров кстати заметил понятие поле также нишу не вышептываем а как искривление пространство что одни не могут сознаться что искривляется у пространства то ведь там не может сознаться что такое поле виктору кажется что но есть определение дать он не может не может сосредоточиться бог ты мой что с вами происходит во первых справочном для таких никита чек объясняем котёчек не должен давать определение что такое поле определение дается в случае если определение нет в принципе либо исходное определение некорректно было определение поле науке известно люди им пользуются значит я уже не могу давать определение поле я могу только пользоваться тем что есть если вы поищите обратитесь в страшной литературе вы найдете определение например вот поле особо не обладающий масса вид материи предоставляет собой непрерывный физический объект расположены в пространстве в каждой точке которого на частицу действует определенная по величине и направлению равновешенная либо не равновешенная силы вот так это звучит корректное определение поле плюс минус мне не надо давать определение поле если я пользуюсь каким-то конкретным определением и это касается других любых определений сосредотачивайтесь волен дух требую пояснения пространство трехмерная протяженность объемная величина не замкнута по шести направлениям задаваемым тремя ортогональными ортогонально пересекающимися прямыми почему не запутая величина объема подразумевает замкнутость иначе не поддается измерению и тогда речь уже идет не о величинах а об абстракции допустимо ли толкование пространство как внешнего при условии что пространство это всегда внутренний объем чего-либо последнего часть некорректно величина объема подразумевает замкнутость нет некорректный тезис не поддается измерить какая разница поддается она измерению не поддается она измерению вот если какой-то конкретный объем 5 литров до это вот вы можете обозначить габариты какую-то форму да и это у вас будет замкнуто но это же вас не не является фундаментальным ограничением самого объекта пространства взяли часть места дальше то вот убираем просто вот эту вашу абстракцию придуманного контур у вас расширение получается безгранична объект и это объекту нет не абстракции вы почему-то называете абстракция абстракции так раз ваших границ ваших курочки которые вы придумали для этого объекта вот наше пространство ограничили вот так вот так вот неким объемом вот это вот как раз граница не абстрактны сам объект он реален допустим или толкование пространство как внешнего в кавычках при условии что пространство это всегда внутренний объем чего-либо пространство это не не всегда внутренний объем чего-либо это такой же внешний объем то внешний незамплутый объем некорректно ваш тезис некорректный формулы катюшика по поводу равновесия это грубая ошибка тела на орбитах вообще не находятся в равновесии это у нас дмитрий шардини за все страдает если кто не в курсе тела на орбита движутся с ускорением большими буквами одно дмитрий вот вы лопочете вот детский сад вообще вот чё сочиняете какая ошибка у вас вы сосредоточиться не можете загляните в определение что такое равновесие и поймете что там и ускорение все это учтено в обычной форме системе возникают силы при отклонении тела от состояния равновесия системе возникают силы возвращающие тело состояние равновесия так вы эти слова помните о него сказать где-то там вот маленького за уши цеплялись когда нибудь дмитрий шедвиница вы тут врете бредите что вы делаете или специально сочиняете глупости есть у вас есть отклонение тела это подразумевает отклонение происходит с ускорением в одну и вторую сторону возвращение тела состояния равновесия тоже происходит с ускорением если для вас специально не написали это не значит сосредотачивайтесь дмитрий шедвиница просто сосредотачивайтесь вы пишете систем на чушь вы написали уже много комментариев спасибо вам за активность но они все пустые ни в чем на и несостоятельно интеллектуально сосредоточиваетесь ой 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 маг валарон первое что надо знать всем одинаково это что такое континуум если придерживаться законов логики аристотеля вы сперва скажите что вы определить как вы определяете это понятие устраивает ли вас определение того что такое континуум в разных словарях если не устраивает по какой причине не устраивает континуум это материальная среда свойства которые изменяются в пространстве постоянно непрерывно то есть если вы внимательно прочтете это определение то вы поймете что континуум это не пространство и не время а материальная среда вот когда вот такое слышишь это просто думаешь как вот как в голове у человека вот это вот может образоваться думаешь ну вот идет человек да есть какое-то там словарно до определения континуума континуум от латинского непрерывная математики совокупность например совокупности точек отрезка есть такое определение далее философская энциклопедия от латинского континуум непрерывно термин использующий вся в математике естество знания философии да думаешь ты где вот это вот взял как тебя посетило что континуум это материальная среда свойства которые изменяются постоянно ну тоже глупость где ты взял эту глупость это бред будешь поиск и выходишь по поиску студ файл значит для студентов файлы какие-то идут континуум альная среда это сплошная материальная среда свойства которой меняются непрерывно пространству при излучении или поглощение энергии поля появляются дискретно виде квантов оттуда пучками нельзя говорить о том что существенная граница между полем и веществом идешь и смотришь где это все происходит это образовательные материалы одного из высших учебных заведений не будем делать ему рекламу но это тот же нижний новгород нижний новгород тут где университет имени дура мы снимали роличек да ну видать кадры перетекают отсюда отсюда вот еще одно заведение в нижнем новгороде где происходит вот такая вот бредятина сказать могу только одно уважаемый макгваларон макгваларон ну вас обманули в очередную раз либо возьмите из энциклопедии определение континуум и пользуйтесь в общепринятом смысле вот эти вот экзотические копошения на которые вы ссылаетесь которые вы озвучиваетесь это вообще просто ну лютая недостоверность какая-то люди не понимают что пишут пользуются вопреки терминам нарушает первый закон логики вот если что-то обозначено уже определением не надо его менять и переделывать надо пользоваться вот этими дикими какими-то комментариями в принципе куда обдеваться если вы эти вузы посещали это воспринимаете как научно так Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова